Был высокий, типа, на последнее партии, и со мной, типа, никто не общался. Спасибо, хейтеры! Я всегда стоял на физкультуре последней, это тоже были насмешки в эту сторону. Тысяча человек, один комментарий, вот, допустим, такой, умри, тварь. Как правило, вообще в классе не любят тех, кто как-то выделяется. Вот, я всегда занимался творчеством, до блогинга я занимался музыкой, вокалом, очень много выступал, ездил на конкурсы. Меня часто при всем классе поздравляли, вот, Дима, там, занял такое-то место. Были ребята, которые, ну, можно так сказать, самоутверждались, наверное, потому что им сразу хотелось меня как-то обидеть, задеть, потому что, мол, чего это я такой крутой, меня там поздравляют, а я там, ну, тоже могу. Плюс я был самым низким мальчиком в классе. Вот, я всегда стоял на физкультуре последней, это тоже были насмешки в эту сторону. Начальная школа, я там, не помню, первый, второй класс, третий. Старшеклассники, то есть парни десятых, одиннадцатых классов, вот, как в школах дежурят на входе в столовую, и вымогали у нас, у маленьких, деньги. То есть за то, что выйти или войти в столовую. И никто этого не замечал, мы маленькие боялись, отдавали деньги. Ну, гнобили, там, обзывали, ударить могли. Из-за оскорблений я приходила домой и плакала, не хотела идти в школу. У меня в классе было шесть пацанов, считая меня, и изначально были проблемы, потому что меня недолюбливали в том плане, что я как бы, ну, типа, новенький, и со мной сразу никто не общался. И были моменты, когда я так, что-то было даже на уровне, что как-то был немножко изгой. Есть пацаны, которые общаются с девочками, там, преподаватели. Есть Пушкин, который сидит там вдалеке, был высокий, типа, на последней партии, и со мной, типа, никто не общался. Это было, наверное, где-то полгода. Можешь со временем я как-то наладил контакт, и в конце школы мы со всеми общались. Но пацаны, на самом деле, бандюганы какие-то там были, и мне мама, помню, сказала, что, типа, так, с ними вечером гулять ты не пойдешь, потому что она понимала, что все дело идет к пивку, к сигаретам. И я, помню, получил от мамы трендулей раз, и за это ей благодарен. И я, можно сказать, не пошел в какую-то ненужную компанию. Помню, раньше в школе всегда травля была связана именно в физическом плане. То есть замечали это учителя или родители, когда кого-то избили. Я не обращал внимания на ту травлю, когда, ну, это все было, как бы, на моральном таком уровне, каких-то оскорблений и так далее. Ну, у меня в классе был мальчик, вот как раз мишень, можно так сказать. Ну, его прям ежедневно травили, и там могли ударить как-то. Я помню какой-то день, когда мои одноклассники вроде бы за деньги предлагали что-то с ним сделать. Типа, там, ты платишь 500 рублей, можешь ударить, там, ударить его по лицу. Люди, с которыми я занимался, там, ну, условно, спортом, мы тогда занимались, паркуром занимались, тогда это было, возможно, модно. Были люди, которым это не нравилось, отловили нас на улице и сказали нам бегать по стадиону 3 круга или 5 кругов, не помню. Кстати говоря, после этого именно лично у меня отпало желание заниматься тем, чем я занимался, паркуром каким-то. Это все происходило с их стороны с какой-то усмешкой. Ну, в плане типа, давайте вы пробежитесь, вот вы любите бегать. Помню совет своей мамы, когда она мне сказала, что если тебя кто-то обижает, ты представь, что те слова, что сказаны тебе негативные, он говорит не про тебя, а про себя. И мне сразу так легко стало жить, и когда кто-то как-то меня пытался задеть, там, даже если это касается низкого роста или каких-то успехов, там, почему я как-то выделяюсь, или, там, у меня не такая прическа, или я не так одет, я сразу думал, что это не моя проблема. И я не хочу, чтобы за счет меня со мной утверждались, и просто нужно себя ограничить от, ну, не дать проникнуть в свою голову этим вот негативным мыслям. Самая главная поддержка в ситуации, когда вот я был на этом, на грани, или в катке, или ты изгой, это, наверное, поддержка мамы, потому что я, естественно, ну, не знаю, как парень, или как-то не все рассказывал, то есть, что там было, что происходило, но меня мама очень сильно поддерживала, вот, и, ну, типа, мам, спасибо тебе большое. Из-за того, что мы занимаемся ютубом, у нас в последнее время очень много хейтеров стало, очень много негативных комментариев пишут. Ну, это, на самом деле, прикольно, мне нравится, когда комменты пишут, потому что такой сидишь грустный, потом такой коммент такой прикольный, типа. Особенно с ошибками, знаешь? С ошибками, с ошибками тебя скорбят, и тебе настроение поднимают. В школе это одно, и там, как бы, ну, в лицо кто скажет, а в интернете все на все гораздо, и там лицо скрыто, можно писать в комментариях, что хочешь. Но к этому тоже, как ни странно, я был готов, потому что знал, что мне это нравится, я делаю что-то крутое, это начало чего-то больше. Спасибо, хейтеры! Вот эта черно-белая чупакабра вообще пить не умеет. Это про меня. Самый популярный комментарий на канале, это делают они стыдно мне. Ну, испанский стыд. Лайкаю их, ну, потому что, потому что это правда. Бывает даже самому стыдно за видосы, но... Нужно просто не обращать на это внимание, они всегда будут такие люди. Нужно просто полагаться на... на факты. Не все комментарии, именно там, каких-то хейтеров, они плохие. К некоторым даже я прислушиваюсь, даже Настя, возможно, прислушивается. Знаете, такой, смотришь видосики, все такие положительные комментарии, ты классный, блин, вот это добрый ролик, побольше таких роликов. И найдется всегда из тысячи человек один комментарий, вот, допустим, такой, умри, тварь. И становится так смешно, я такой, блин, что ты все испортил? Ну, смешно на самом деле. Ну, мы к хейтерам относимся, ну, положительно, потому что прикольно. Круто, конечно, когда есть конструктивная критика, к которой можно прислушаться, как-то исправиться. Вот это вообще прикольно, да, когда такие комментарии присутствуют. У меня очень много хейтеров, которые меня не любят, и, естественно, оно нет да нет бывает задевает, и просто я себе поставил какой-то барьер, то есть люди очень сильно тебя любят в интернете обозвать, послать, в общем, все вот это вот. И если это все принимать близко к сердцу, то, наверное, ну, можно реально натворить какой-нибудь хрень. Да даже если ты находишься в какой-то компании, в школе, ну, не крутых ребят, тип, обычный пацанчик, допустим, сидишь за партой, учишь какие-то уроки. Те главное просто... Пережить, наверное. Да, да, этот момент пережить, и все. В первую очередь поставить стену, как я уже сказал, невидимую, просто огородить себя и не давать человеку понять, что он может с тобой играть, типа не реагировать, потому что он там что-то тебя как-то заденет, ты начнешь реагировать, у него появится интерес, и все, это уже такая игра, в которую вы там можете очень долго продолжаться. Есть какой-то конфликт, какая-то проблема, нужно не стесняться в первую очередь с родителями поговорить, потому что это твои самые близкие люди, и кто как не они могут понять. Это не обязательно, что родители пойдут в школу и начнут говорить, там, вот моего сына, не знаю, там бьют или обижают, а как минимум поддержат советом, как себя вести в такой ситуации, потому что это ежедневная поддержка, ну, и, наверное, самое теплое и правильное. Вот, как и родителям нужно, наверное, более активно и внимательно относиться к детям и интересоваться самим, потому что дети не всегда рассказывают. Судя по последним историям блогеров, все вот эти вот изгои, они потом становятся зорками в жизни, а люди, которые в школе крутые, они, ну, типа, на уровень ниже тех, которые были изгои. Если у тебя вот это вот какие-то там одноклассники, учителя, не знаю, и ты понимаешь, что вот ты прям на грани, хочешь что-то сделать, остынь, успокойся и подумай, что это, во-первых, скоро закончится. Жизнь только начинается и все еще поменяется. Если ты хороший человек, то у тебя все будет хорошо.